Давайте поговорим об вкусном. А с кем мы можем разговаривать о вкусном и полезном? Как ни с шеф-поваром ресторана. Например, Бальтазар с Сергеем Труном. Доброе утро. Сергей Трунов у нас сегодня в гостях. Доброе утро. Привет всем. Да, знаешь, вот сегодня к нам в светлые головы пришла такая мысль. Вот сейчас модно везде говорить о том, что худеют, питание должно быть правильным, калории должны быть диетические. Больше зелени. А мы подумали, а что бы не повернуть это дело таким образом, чтобы поговорить о том, как стать толще, как жить вкусно. Как набрать вес. И кого не спросить. Не потому что ты такой толстый, а потому что ты шеф-повар, и ты знаешь, как жить вкуснее. Я не толстый шеф-повар. Ты не толстый шеф-повар. И это, кстати, тоже, между прочим, подозрительно. Я бы сказала, местами подкачанный шеф-повар. Поэтому хотим поинтересоваться у тебя тренды кулинарные в твоей жизни. Они все-таки направлены на то, чтобы людям давать еду здоровую, обезжиренную и так далее. Или все-таки вкусно. Это должно быть жирно и много. Но здесь, скажем так, два направления есть. Есть направление такое, что если ты хочешь человека накормить, прежде всего накормить, то, конечно, надо использовать натуральные продукты. И жирные те же сливки, и масла очень много надо использовать. Я думаю, что человек, если он придерживается здорового питания, может, он не будет злоуприливать такими способами. Может, он будет кушать один раз в неделю такую пищу. Жирненькую? Да, жирненькую. Мясистую? Мясистую, углеводистую, белковую. С кремом. Но я вам скажу, что даже питаться можно и такими вещами, и жирными, углеводными, и жирными, и не толстеть. Да ладно? Да. Как съесть что-нибудь вкусненькое, чтобы не потолстеть? Есть такое хорошее выражение для тех, кто хочет правильно выглядеть и правильно питаться. Тренажер и недожор. Ну, опять-таки, получается, знаешь, съел пироженку и на дорожку, понимаешь? Нет, ну, во всем есть как бы предел. Человек, во-первых, должен тратить энергии всегда больше, чем он съел. Ну, это да. Ну, вот смотри, ты приготовил красивую, не знаю, говядину, шикарную. Уже не жирная пища. Говядина уже не жирная пища. Отправил ее в зал, да? Человек съел, и половина не доел. И тебе приносят, а там не съели. Значит, или невкусно, или что? Обидно же? Нет, сразу спрашивают. Сразу спрашивают, почему так случилось. Но 99% бывает то, что просто переели люди, потому что они не рассчитывают... Подожди, подожди, подожди. Я сейчас вот не ослышался. Действительно, если возвращать недоеденное, спрашивают, почему недоеденное. Потому что люди приходят, когда в ресторан кушать, они не рассчитывают количество порций, у нас, например, ну, так не ради рекламы, мы кормим людей, чтобы они уходили, и после нас не заходили там в Макдональдс или куда-то в Хейсбург, да? Вышел нормально. Да, вышел нормально, пошел домой с чувством легкого, скажем, голода. И, опять-таки, уменьшившегося кошелька, да, подожди. Ну, это уже второй вопрос, да. Но тогда меню надо сделать таким образом, чтобы денег на Макдональдс уже не хватило после посещения ресторана. Не, ну, смотря, как сидеть, конечно, можно там и неделю потом на день и сидеть после этого. Обычно же рассчитано, что закуска, горячая десерт, чтобы все влезло. Ну, да, помимо этого люди еще употребляют некое количество алкоголя, которое тоже очень калорийное. И, в принципе, алкоголь вместе с пищей, она заменяет калорийность блюд. И к концу вечера люди иногда не рассчитывают на свою вместительность желудка. И получается так, что, например, порция приходит обратно, там, ну, одна треть, одна пятая оставлена. У официантов сразу вопрос, что случилось, может, невкусно. Нет, просто обычно это бывают женщины. Не рассчитали. Не вместилось. Знаешь, был в одном ресторане, пользующемся популярностью в последнее время. И там, в числе прочего, меню такое очень обширное. Есть одно блюдо, которое вот очень жирное. Оно реально жирное. Вот. И что удивительно, человек, который мне все это дело рассказывал, говорит, самое популярное блюдо у нас. Причем вот, ну, вот объективно, да. То есть даже не надо там сидеть на диете, там и прочее. Ты понимаешь, что действительно много всего. Там видно, что майонез, вот это все, знаешь. Это мясо такое сочащиеся, да. Соус, сливочный. Какие-то вот добавки, все туда-сюда. Но я к тому, что не какое-то там модное, знаешь, что-то такое обезжиренное, да. А нормальная такая вот еда. А вы в вашем ресторане? Борис, когда, например, люди создают такие места, ну, как пища, пища, вообще пита, да, скажем, то никогда, в принципе, никто, да и мы, в принципе, я когда делаю новое меню, я не задумываюсь о том, чтобы человек должен похудеть. Он должен быть сыт. Вот, это первое, да? Он должен быть доволен. Когда человек сыт, у него хорошее настроение, он доволен, но хоть с ресторана, у него все нормально, он всем говорит, что было вкусно и хорошо, он даже иногда не задумится, сколько это будет стоить. Человек же такое существо, что если он увидел, глазами съел, еще и понюхал, все, он любо все отдаст, только чтобы это съесть, попробовать там. А как тебе формирование цен в нашем старом городе, ресторанном? Ну, иногда, конечно, бывает, все зависит от политики самого хозяина, например, ресторана. Насколько он хочет это быстро все, так скажем, затраты вернуть обратно, насколько он хочет клиентов быстро к себе приманить. Ну, цены, конечно, разнятся от неба. Ну, понятно. От неба до земли. Да, здесь я даже не понимаю, здесь я говорю, политика каждого хозяина, насколько он хочет... Но твое-то заведение, оно находится, что называется, в самом центре, да? Нет, у нас ценовая политика уже не меняется с самого открытия. Вот как был у нас ценовой коэффициент, так скажем, не будем углубляться, там сколько процентов наценка, сколько там, так она и не меняется. Все зависит, в принципе, от цены диктуют внешние факторы. Жизни, топливо, цены на продукты, в принципе, это даже больше диктуристов. Да, вот я как раз хотел спросить, эстонские газеты говорят о том, что около 30-40% меньше стало туристов. Это уже было, чувствовалось, когда начался кризис в России в декабре, это было просто кошмар. То есть шибануло, да? Шибануло, но мы как-то выползли за счет последнего дня, что мы пустили билеты в прямую продажу просто. И здесь кто вот был на месте уже, кто не получил через интернет. Ты сейчас говоришь о новогоднем празднике. А вообще чувствуется, конечно, очень чувствуется. Просто я где-то видел статистику, говорят, что да, российских туристов приехало меньше, но больше приехало, да, вот других финнов. Или местный туризм более активный. Ну, я так не скажу, что туристы, они всегда будут в городе, всегда. Мы-то это количество как бы не видим по нашему ресторану, по одному. Это надо спрашивать, кто там туристические агентства или кто там, может, они что-то замечают. Ну, мы, например, по ресторану вечером особенно, мы не видим недостатка народу. Я как бы спрашиваю, сколько там, чего у нас по вечерам, но иностранцев не убавляется. Но это хорошо, с другой стороны. Скоро просто будут говорить, что бедный народ сюда не ездит. У нас республика-то становится гораздо по уровню жизни. Ну, вы знаете, вот я по своим замечаниям могу сказать, что в некоторых итальянских городах в ресторан сходить дешевле, чем у нас в старом городе. Так это не только в Италии. Это не только в Италии. Это по Европе уже и в Германии можно сходить дешевле. Ну, я говорю, что каждый диктует, ставит цену, какую он хочет. Это уже дело самому хозяину. У нас же нет такой ценовой политики, что у нас запрещено, например, там, пиво продавать там до определенного количества евро. Можешь продавать хоть за 20. Никто же тебе не запрещено. Если купят за 20. Кто его будет покупать? Ну, так что здесь чисто индивидуально. А что касается набора персонала? Я знаю, что в центральных ресторанах чуть ли там не пять языков, модельная внешность и опыт работы. Как у вас вот с текучкой и качеством обслуживания в ресторане? Я всегда как бы гордился своим рестораном, что текучка у меня вообще минимальная. У меня там за последние 8-9 лет, я не знаю, может, там пару человек сменилось. В коллективе кухни я имею в виду. Зал я не беру уже там. Обслуживание. Обслуживание, там совсем другое дело, потому что там народ меняется часто, кто-то что-то ищет новее, кто-то лучше. Тоже работа сезонная в каком-то смысле. Нет, мы на сезон берем очень мало народу, что вот на лето, чтобы в зале было, конечно, внешний вид, там языки это стабильно. Ты просто не знаешь, труновская кухня это секта. Человек туда попадает, отписывает квартиру. Да, да, отписывает квартиру, все дела, поэтому ему уже просто не уйти. С меня так быстро не слезешь. Первые 5 лет чистить чеснок, а потом дальше пускают уже к ножам. Нет, потом просто затягивает. Ты сказал, что новое оборудование подкупил, новые соуса начал готовить. Да, мы тут немножко как бы внедрили современную, так скажем, кухню, купили себе термомиксик, подкупили, который умеет делать все, взбивать. То есть повар не нужен уже, да? Да, ну он, скажем так, он умеет все делать. Взбивать, рубить, сам варит соуса, супы. И подает. Выезжает в зал на колесах. Подожди, а как же вот это вот повар? Рукомастер. Да, рукомастер. Не, ну, конечно, такого допустить, чтобы супы там варить мы не будем, а всякие крема взбивать, он делает, конечно, за счет своей производительности, оборотов своих делать идеально. Мы решили сегодня тебя удивить. Провести небольшую игру. Провести маленький экзамен, игру с шеф-поваром. Я так и думал. А теперь уже не отвергаешься. Вы так просто меня не отпустите сегодня. Нет, нет, нет. Ну, поскольку, знаешь, у каждого продукта, у какой-то еды, у него какие-то там хитрые названия есть. Я понимаю, что там на анчоусы тебя не разведешь, ты точно знаешь, что это такое. Но ты просто говори, знаешь ты, что это такое или нет. У меня есть шесть названий. Если знаешь, то говори. Поварских, кулинарных? Это конкретно продукты. А, хорошо. Да, вот булгур. Я это овощ. Пшеница. Нет, точно. Так, мандрика. Мандрика. А мне вообще в одно что там читает, мандрики. Мандрики. Это маленькие перемешки. Это пампушки. Мандрики, мандрики. Гляс. Гляс демиглаз. Да. Соус концентрированный. Бульон. Да. Но он как вот прям, как патока практически. Как книги. Юготерт. Юготерт. Да. Это армянское. Это армянское тесто. Тогда не туда, не туда. По мне туда попали. Прибрал. Вот сейчас мы. Наршарап. Тоже что-то такое с юга. Да. Турецкое что-то такое, наверное. Соус. И последнее. Что у меня тут написано? Кижуч. 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 Где ж ты понабрал такого, Борис? Это рыба. Это рыба. Понимаешь? Я не виноват. Да. Слушай, у меня тут один случай был. На фейсбуке переписывался с парнишкой. И он был в Сибири. Рыба очень странно там называлась. Это... Я не буду ругаться сейчас. Это рыба... Название российской рыбы. Пилять. А, есть такое, да. У Дарини вот именно такое, да? Да. А как ее готовить? Не, она такая похожа на... Так скажем... Как это... На карася типа такого. Она такая рыбка такая. Ну, просто когда он поставил название в фейсбуке, то очень-очень большие комментарии пошли, что... Волна пошла. Не, ну в Эстонии такую просто рыбу надо как-то менять название, что не подает она. Это хорошо. Ну, я надеюсь, что с другими... В следующий раз, если вы будете подбирать какие-то названия, то подбирай более-таки европейские, а не оттуда с юга. А кто знает? Знаешь, всегда интересно потестировать, как человек там чем владеет. Не владеет. Все-таки бульон-то отгадал. Нормально? Если Сергей... Не, ну для меня глаз это классическое. Вы говорите, что у вас очень много там всяких десертиков вкусненьких. Вот что в тренде, что заказывают, что больше всего идет? В тренде. В тренде. Конечно, заказывают пирожные. Мы сейчас меняем каждые три месяца, четыре месяца. Сейчас у нас на кахлу есть из сыра сердца тортик. Очень приличный. Колодненький? Да. Но он печется в духовке. Он не с желатином делается, он запекается, потом остывает. Он такой сначала холодец, а потом уже такой... Очень вкусно. Все. Как говорится, с чего начали, тем и закончили. Никаких экономий калорий. Ничего. По полной программе. Я просто себе без завтрака. Да уж. Нашли мы время, когда пригласили шеф-повара. Я напомню для наших слушателей, что сегодня вместе с нами просыпался и рассказывал о своих новостях Сергей Трунов, шеф-повар ресторана «Бальтазар». А вообще кушайте вкусно и не наблюдайте калорий, ходите в спортзал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!